ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще замечу один момент. Сегодня я опять на операционной системе Windows, и видите, что сейчас я использую редактор кода Notepad++. Если вы тоже его используете для редактирования Python-кода, то не забудьте сделать следующее. Зайти здесь в меню кодировки и выбрать пункт «Преобразовать в UTF-8». Обязательно просто UTF-8, не пункт без бомб, просто вот этот пункт UTF-8. Иначе Python, когда вы будете запускать этот файл, будет у вас давать ошибку про кодировку. И поговорим про конвертацию данных. К примеру, у нас есть вот такой код. То есть мы создали две переменные, первая строка во второе число, когда мы их пытаемся вывести и запустить этот код, смотреть, что происходит. Как всегда, мы получаем ошибку «can't convert int object to str implicitly». И как вы помните из наших прошлых уроков, мы, чтобы соединить эти строки, переводили вторую переменную, которая типа целочисленная, в тип данных строка. Помните? И делали мы это следующим образом. И в этом случае все будет работать нормально. Но что вот это значит «str»? На самом деле «str» — это функция для конвертации типов данных, как я думаю, вы уже поняли. То есть функция «str» позволяет сконвертировать фактически любой тип данных, который вы ей передадите, в тип данных строка. Естественно, только в том случае, если этот тип данных, который вы в нее передаете, можно перевести в строку. В данном случае это просто число 2, и это действительно можно сделать. Если бы у нас был тип данных, уходящий не целочисленная, а float, то есть drop, и в этом случае он бы тоже все нормально переконвертировал. Как видите, в строку нормально сконвертировал. И вот таких вот функций для конвертации типов данных существует, на данный момент точнее вы должны знать, такие три. Это функция «int», функция «str» и функция «float». Соответственно, функция «int» преобразовывает в тип целочисленная свой аргумент, функция «str» преобразует свой аргумент в тип строка, а функция «float» преобразует свой аргумент в тип «float», то есть дробное число. То есть, к примеру, если у нас была переменная «test», в которой было бы целочисленное значение 1, и мы бы вывели ее на экран, но перед этим прогнали через функцию «float», то на экран выведется не 1, а 1.0, потому что это уже дробное число. Также мы можем прогнать назад в «int». Видите, все работает. Можем это прогнать в «str», а потом всю эту байду можем прогнать опять во «float». Вот так вложено, мы, кстати, можем использовать функции. Выглядит ужасно, но я просто хотел вам это показать. И это все, что касается конвертации типов данных на данный момент. А сейчас вы видите на своих экранах интересную задачку про конвертацию данных. Как вы думаете, каким будет результат вывода данной операции? Хорошо подумайте. Не забудьте поставить видео на паузу, подумать, если вы не знаете уже ответа, что будет результатом. Как думаете? Давайте сразу выведем это тоже на экран. То есть, «print», как всегда. Сейчас вы узнаете ответ. Все это выводим. Укрыть, получаем число 34. Если вы ответили точно так же, значит, отлично, вы отлично усвоили материал. Теперь вы видите еще одну задачу на своих экранах. Эти задачи нужны для укрепления материала вами. Как думаете, каким будет вывод на данный момент? Выводом данного кода на экран будет служить число 210 210 в виде дроби. Теперь поговорим про переменные более как бы основательно. Как вы помните, я говорил, что переменные не должны содержать никаких спецсимволов. Но я думаю, многие из вас остались в таком небольшом неведении по поводу того, что же переменные могут содержать в себе. То есть, имена переменных. Как они должны быть составлены. На самом деле, есть одно простое правило. Имена переменных могут содержать только буквы, числа и символ подчеркивания. То есть, вы можете... При этом, кстати, имя переменной не должно отстаняться с цифрой, как вы помните еще из прошлого урока. То есть, к примеру, переменную вы можете назвать тест. Вы можете назвать переменную, к примеру, тест 333. Все будет работать. Вы можете назвать переменную тест, символ подчерка, затем тест, еще тест. И вот так вы можете тоже назвать переменную. Можно вот так назвать ее. Это тоже пойдет. Это будет работать. Но ни в коем случае нельзя назвать переменную, которая начинается с цифры. То есть вот это уже не будет работать. Как видите, даже редактор кода неправильно ее подсвечивает, потому что он знает, что это как бы не переменная. Окей, с именами разобрались. Кстати, если запустим этот код, смотрите, никаких ошибок Python не дает, потому что все это правильно. Еще одна очень важная особенность, касающаяся переменных в Python, заключается в том, что имена переменных в Python, но нет, они регистрочувствительны. То есть, допустим, если у нас есть переменная test, которая написана полностью в нижнем регистре, и есть переменная, скажем так, test, у которой только первая буква написана в верхнем регистре, то это две совершенно разные переменные. К примеру, в переменную test присвоим число 10, а в переменную test, который первый символ начинается с большого регистра, присвоим число 20. Выведем их на экран, test, и выведем на экран вторую переменную. Смотрите, что произойдет. Вывелось число 10, затем вывелось число 20. Так происходит, потому что, как я уже сказал, для Python это две совершенно разные переменные, то есть он регистрочувствительный. Вот так вот. Это обязательно важно понимать и знать. Дальше еще об одной вещи поговорим. Если вы вдруг попытаетесь вывести в Python переменную или как бы использовать хоть как переменную, которая не существует, то есть, к примеру, вот так. В данном случае у нас нет переменной Python. Python выведет ошибку, что переменная test не существует. Вот видите, nameErrorName is not defined. Окей, так происходит, потому что мы всего лишь переменную не объявили, и Python не знает о ее существовании. При этом вы можете самостоятельно удалить существующую переменную. К примеру, что если у вас есть переменная test, и вы хотите на каком-то моменте своей программы удалить эту переменную. Не важно, какие у вас намерения, для чего вам это нужно, просто у вас появилось желание удалить эту переменную. И вы можете это сделать с помощью специальной конструкции Python, которая называется del. И в отличие от всего, что мы проходили до этого, del это не функция, и записывается следующим образом. Вот так. Del, пробел, название переменной, которую вы хотите удалить. И сейчас, если мы попытаемся все равно вывести эту переменную, и после удаления, Python скажет, что этой переменной нет. Вот видите? Потому что вот здесь, на третьей строке, мы ее удалили. Если эту строку уберем, запустим снова, все работает. Вернем строку, запускаем, Python говорит, я не знаю такой переменной. То есть с помощью вот такой вот конструкции и с ключевым словом del вы можете, собственно, удалить переменную в Python. Тоже бывает полезно, и полезно вообще это знать. Еще одна вещь, о которой я бы хотел вам рассказать, это так называемые метасинтаксические переменные. Давайте я напишу на экран. Это метасинтаксические переменные. Окей, чтобы вы знали, как это пишется. И что такое метасинтаксические переменные? Звучит страшно, я думаю, но на самом деле суть очень легкая. Метасинтаксических переменных в языке Python всего две. Это переменная foo и переменная bar. Это как бы такие зарезервированные, скажем так, названия переменных, которые используются очень часто во всяких примерах для Python. То есть, к примеру, в документациях каким-то модулем, может быть, для Python. То есть, допустим, если человек хочет вам просто показать какой-либо код, он не будет в этом вот примере кода называть переменные, и как ему вздумается. В Python принято так, что оперируются, как правило, вот эти две переменные, и с ними оперируются переменными foo и переменными bar. Вещь, конечно, немного такая, не особо нужная, но все равно знать ее достаточно желательно. Знать, что такое вот метасинтаксические переменные. Теперь давайте поговорим о более полезных вещах. Сейчас вы видите на своих экранах следующую задачу. Как вы думаете, каким будет вывод в данном случае? Опять-таки поставьте видео на паузу, подумайте и ответьте, каким будет результат вот этого кода. Давайте запустим этот код и посмотрим, какой будет результат. Как вы видите, в результате будет число 20. Если вы ответили точно так же, вы молодец, вы отлично усвоили материал. Окей, продолжаем урок. И теперь я бы хотел поговорить о такой вещи, как уместные операторы. Или на английском они называются in-place. Следующим образом пишется. Вот так вот. Уместные операторы нужны для того, чтобы сократить вам написанный код. Каким образом? Что если у вас есть переменная, скажем так, 10, и вам нужно инкрементировать эту переменную на еще 10? То есть, к примеру, чтобы в переменной было значение 20. Что вы можете сделать? Вы можете сделать следующее. Тест равно тест плюс 10. Потом можно вывести это на экран и посмотреть результат. Результатом будет число 20. И отлично. Но вот эта конструкция, она достаточно большая, и ее можно как бы упростить с помощью уместных операторов. Как это сделать? Можно написать следующее. Плюс равно 10. И, как видите, получается вот такая конструкция. И что делает данная конструкция? В этом случае эта конструкция увеличивает переменную тест на 10. То есть, в ней будет храниться 20. Запустим код, получаем точно такой же результат. Уместных операторов существует достаточно много. Они могут быть плюс равно, минус равно, умножить равно, делить равно, делить по модулю равно и так далее. То есть, вот это такие уместные операторы, которые вам могут помочь. То есть, чтобы, допустим, с переменной тест отнять, скажем так, число 5, чтобы там было 5 в итоге, можно написать минус 5. Будет вот такая вот конструкция, и при выведе мы получаем число 5. Если мы хотим умножить на 3, мы можем написать вот так. Или, скажем, даже вот так. Там 5, здесь 5. А в результате 25. Как видите, иначе бы мы писали по-другому. Мы писали вот так. Тест равно тест умноженное на 5. А можем написать более коротко. Следующим образом мы получаем точно тот же результат. Очень полезная вещь. Прям, ну, очень полезная. Или можем просто, к примеру, 25 делить равно на 5. Получаем 5.0. Или можем, к примеру, на 4 по модулю. Следующим образом. Получаем 1. Как видите, уместный оператор – это клевая вещь. Сейчас вы видите на своих экранах еще одну задачу. Как вы думаете, каким будет вывод в данном случае? Подумайте и решите. Давайте посмотрим результат. Выводом будет число 12. Если вы ответили точно так же – отлично. Немного преобразуем этот пример, эту задачу. Как думаете, каким вывод будет теперь? Подумайте. Предугадайте результат. Запускаем и получаем строку тест, написанную ровно 5 раз. То есть уместные операторы можно использовать еще и не только для математических операций, но и для умножения строк. И это тоже очень круто. Плюс хотелось бы к концу данного урока обсудить еще одну интересную мелочь. Если вы знаете какие-либо другие языки программирования, то я думаю, к примеру, если вы PHP или JavaScript программист, то вы знаете, что в этих языках существует вот такая вещь. К примеру, есть переменная test. И чтобы прибавить к этой переменной цифру 1, то есть чтобы там хранилось 11 уже, можно в других языках делать вот так. И в этом случае, по идее, должно вывести число 11. Но в питоне такого нет. В питоне вы получите ошибку. Кстати, в других языках программирования эта операция называется операция инкрементирования. Есть еще похожая операция, когда вы ставите два минуса, и эта операция называется декрементирование. То есть в питоне этого нету. Не пробуйте это делать, в питоне этого нету. Чтобы сделать это в питоне, вы должны написать вот так. То есть использовать уместные операторы. А на этом, я думаю, все. Сегодня я рассказал вам все, что хотел. Вы смотрели канал Хауди Хо. Обязательно подписывайтесь на нас, ставьте лайки, рассказывайте об этом видео друзьям. И удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok